Мюзикл «Стиляги», «Тортьюф Мольера» и «Чеховский дядя Ваня». Все эти названия в списке премьер Театра наций. Планами на новый сезон сегодня поделился худрук Евгений Миронов. Свою новую работу представил и знаменитый режиссер Робер Лепаш. На прямой связи мой коллега Марина Булыга. Марина, здравствуйте. Уже известно, какой это будет спектакль? Мария, пока нет. Надо сказать, что пресс-конференция началась с небольшой сенсации. Сюрпризом для всех стало появление знаменитого канадского режиссера Робера Лепаш, чьи театральные постановки идут на самых известных мировых площадках. Российская публика видела его спектакли «Обратная сторона Луны», «Липсинг» и «Гамлет Калаш». Последний шел, кстати, именно здесь, на сцене Театра наций. И вот Лепаш возвращается, чтобы поставить новый спектакль. Пока все держится в строжайшей тайне. Неизвестны ни названия, ни дата, ни актерский состав. И только наши съемочные группы, художественный руководитель Театра наций Евгений Миронов, рассказал некоторые подробности. Мы точно знаем, что это, но просто пока не определены даты. Мы не будем говорить ни названия, ни формы. Это тоже будет интересно и необычно. Этот спектакль. Там будет много артистов. Потому что в предыдущем «Гамлете» был только я. И мне очень жалко было. И вот теперь я очень хочу, чтобы с Робером поработал как можно больше наших артистов. Как известно, у Театра наций нет своей труппы. Здесь играют приглашенные актеры, ставят приглашенные режиссеры, как российские, так и зарубежные. Роберу Лепажу настолько понравилась эта концепция, что сегодня на пресс-конференции он сказал, что собирается организовать в Канаде свой Театр наций, куда будет приглашать в том числе и российский коллег. Но Московский Театр наций открывает свой сезон спектаклем «Театр чудес». Его режиссер, обладатель «Золотой маски» Денис Бакурадзе, представит всем свое видение произведений Сервантеса. Испанская классика под джазовую музыку. В новом сезоне Театр представит еще несколько премьер. Здесь будет и «Дядя Ваня», «Снегурочка Островского», «Тартюх». Ну и, конечно, в репертуаре остаются и всеми любимые спектакли, например, такие, как «Аудиенция» с Инной Чуриковой. Спасибо, очень интересно. О новом сезоне в Театре наций рассказала Марина Булыга.